Ну что ж, мы продолжаем немножко про аналитику. В завершении сессии мы будем говорить уже про будущее вместе с Фёдром Бакутновым, потому что у него совершенно такое другое выступление. Я знала, когда, знаете, режиссируешь каждый раз выступление, думаешь, как же сделать, чтобы вот сейчас мы про прошлое, где-то про аналитику, про циферки, а потом всё-таки про будущее точно будем говорить много. Ну что ж, сейчас я приглашаю к нам Романа, Роман Фомин, и на самом деле я порадовалась, что Нильсин наконец созрел и сделал для нас специальную аналитику. Так что у нас на самом деле дебют, я представляю коллега. Да, и сегодня мы отдельно поговорим, несколько слайдов про рынок готовых блюд. Давайте рассказывать, пожалуйста, Роман. Коллеги, здравствуйте. Спасибо. Наталья, спасибо. Да, я думаю, что моё выступление очень логично будет вытекать из предыдущих, потому что в первом выступлении прозвучала очень хорошая фраза. Это значит, что в нашу категорию надо вкладываться. Я думаю, что ту информацию, которую я вам сейчас дам, эта информация согреет сердца инвесторов и действительно будет очень полезной как для категорийных менеджеров, так и для тех, кто занимается производством готовых блюд. Итак, для начала представлюсь. Меня зовут Роман Фомин. Я являюсь директором по развитию сервисов для ритейлеров. И сегодня действительно у нас исторический день, потому что сегодня мы впервые явим рынку данные фактических продаж из торговых сетей по готовой еде. То есть впервые мы, соответственно, их увидим. Что непосредственно происходит уже в магазинах, как выглядят продажи, как они растут, как распределяются доли и во что в первую очередь стоит вкладываться. У меня уже на первом слайде есть определенный спойлер. Категория готовых блюд – это уже фактически 6% от всего Скоропорта. Это много, это действительно большая сумма. И что не менее важно, эта категория продолжает увеличивать свою значимость, увеличивать свою представленность, причем по всем форматам магазинов. Конечно же, традиционно рынок готовых блюд именно в торговых сетях, он был традиционно больше представлен в магазинах больших форматов, то есть гипермаркеты, супермаркеты. И логично мы сейчас видим, что в дискаунтерах, например, эта доля составляет порядка 2%, то есть в 3 раза меньше, чем в целом по рынку. Но тем не менее, обратите внимание, что рост доли заметен во всех форматах торговли и во всех форматах он растет просто огромными темпами. И самыми большими темпами он растет именно в магазине малых форматов. То есть это в мини-маркетах и в дискаунтерах. Ну, представьте себе, рост более 40%. То есть это не инфляция, это действительно рост спроса, это рост представленности, рост представленности ассортимента. И потребителю это нравится, потребитель голосует за это рублем, потребитель активно эту категорию покупает. И также эта категория растет и в магазинах большого формата, то есть показывает рост и супермаркеты, и гипермаркеты. И действительно картина по рынку складывается очень и очень позитивно, очень и очень перспективная. Категория активно развивается. И категория пока еще далека от нормального распределения продаж по регионам. У нас порядка половины всего товарооборота сконцентрировано в Центральном федеральном округе. Ну, в частности, конечно же, в Москве. Однако, обратите внимание, кто является лидером по темпам роста. Дальний Восток, Волга, Северо-Запад. То есть в регионах эта категория также активно развивается, и еще даже более быстрыми темпами, чем в Центральном федеральном округе. Если мы посмотрим вглубь самой категории, какие сегменты там представлены, как они распределяются в долях, как они растут, то мы на самом деле обнаружим, могли бы на самом деле логически догадаться, что самая такая оборотистая, самая важная категория именно на рынке готовых блюд – это готовые салаты. Ну, то есть традиционная категория, которая представлена в кулинарии, и она занимает порядка трети всего товарооборота. Однако, как я уже сказал ранее, у нас ассортимент активно развивается и в кулинарии, и в категории упакованных блюд в том числе. И обратите внимание, как растут все остальные сегменты. Вторая по значимости категория, категория хлебобулочных изделий растет, ну, это лидер по темпам роста, и действительно все категории, они показывают двузначный рост и являются очень перспективными. Мы со своей стороны попытались вычленить определенную сезонность покупки готовой еды, и у нас это получилось, самое интересное. У нас получилось, одну секунду, вычленить сезонность в двух категориях. В категориях как раз-таки лидера, это категория готовые салаты и категория хлебобулочных изделий. В категории готовые салаты мы наблюдаем, ну, просто бешеный рост продаст, конечно же, когда у нас происходят новогодние праздники. Люди активно закупаются, люди активно ходят в магазины, покупают кулинарию. А вот рынок хлебобулочных изделий чувствует себя очень хорошо именно в период более теплый, там, в период весенние, летние месяцы. Мы предполагаем, что люди используют эту категорию в качестве перекуса на ходу, перекуса на улице. И когда мы общались уже непосредственно с представителями сетей, чтобы они хотели видеть в наших данных, какие характеристики им необходимы, чтобы правильно анализировать рынок. Вот у всех, с кем мы общались, всем очень важно, чтобы мы разделяли категорию именно упакованной еды и категорию еды, которая продается на развес. Потому что, ну, действительно, если мы это все разделяем, то нам уже, мы можем уже это все анализировать более точно и более правильно понимать потребности покупателя, в какую сторону упаковки он смещается, что он готов покупать больше на развес, что он готов больше покупать именно в упаковке. И действительно, для каких-то категорий более важным является именно формат упаковки развесной, в какой-то категории более формат упаковки именно готовых упакованных блюд. И если мы говорим по росту значимости готовых блюд, то вот, допустим, в категории готовых именно вторых блюд мы наблюдаем, что люди все больше и больше начинают покупать именно формат упакованных. А вот, допустим, в категории, как мы назвали ее, лапша по-домашнему, то есть это лапша, которая продается в ВОКе, наблюдается больше рост именно значимости покупок на развес. Ну и последняя, но не самая важная информация, которую мы сегодня с вами хотели поделиться, это как раз-таки средняя стоимость покупки, ну даже не стоимость покупки, средняя стоимость одной штуки, можно так сказать, в упакованной еде. Видно, что самая низкая стоимость это в хлебобулочных изделиях, ну пирожки, грелатые, вот эта вся история, понятное дело, в разрезе на штуку продается, ну в среднем где-то 50 рублей. Самая дорогая стоимость, конечно же, это именно готовых блюд, порядка 214 рублей стоит одно упакованное блюдо. И с точки зрения именно декомпозиции продаж, если мы посмотрим на разбивку роста в натуральном выражении и роста именно в деньгах, я в самом начале сказал, что это не инфляция, вот такой бешеный рост, это именно рост спроса, то есть мы наблюдаем именно рост продаж в натуральном выражении. Конечно, да, мы наблюдаем и рост цен, самый большой рост мы наблюдаем как раз-таки в категориях хлебобулочных изделий, ну скорее всего не потому, что подорожал хлеб, да, скорее всего подорожали ингредиенты, но тем не менее, если мы разделим на рост натуральных продаж и на рост оборота, то мы видим, что несмотря на инфляцию, несмотря на действительно то, что потребитель, как было сегодня сказано, экономит, сегодня он действительно не готов отказываться от качественной еды, от вкусной еды, от натуральной еды. И на самом деле очень много, что еще хотелось бы сегодня вам рассказать с точки зрения именно покупательских сдвигов, как он действительно покупает, как он выбирает и что является для него очень важным. Скажу только одно, что если рынку мы представляем натуральный, качественный и вкусный продукт, он действительно будет востребован, будет покупаться и в канале именно сетевой торговли эта категория, мне кажется, имеет огромнейшие перспективы. За обновлениями следите в нашем телеграм-канале. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.